Я приветствую всех. Это НЛ-подкаст «История успеха». И сегодня я беседую с Кузьмиченко Натальей. Наташ, привет. Всем привет. НЛ-подкаст «Истории успеха». Наталья, ну, конечно, у меня традиционный вопрос. Сколько ты уже в НЛ? Мы заранее, кстати, договорились с Натальей беседовать на «ты». Постоянные слушатели подкаста, не удивляйтесь. Мы не знакомы, но мы так договорились. Сколько ты в НЛ? Я в НЛ практически 5 лет. Вот в Новый год будет ровно 5 лет. А кем ты была до НЛ? В принципе, всю свою жизнь я работала в торговле. И вот мое последнее место работы было всеми известный магазин «Бершка». Я думаю, что это международная компания. Да, я проработала там 5 лет в статусе менеджер. В принципе, аналогично все, как и в НЛ. Это продажи. Это испанская же компания, да, если я правильно помню, «Бершка»? Испанская компания, «Индитекс», туда входят «Зара», «Бершка». «Полэнд Бэн». Да, 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 все-все верно. Какие мы продвинутые с тобой. Слушай, мне почему-то всегда кажется, что в таких магазинах достаточно быстро можно достичь потолка, в него упереться или расслабиться. Потому что, с одной стороны, опять же, это мои стереотипы, я так себе представляю. С одной стороны, когда ты достигаешь этого потолка, вроде бы как нет развития, но, с другой стороны, вот находясь возле этого потолка, зарплата-то уже неплохая, и уже как-то все налажено, и ты уже немножко расслабленно себя чувствуешь, ты уже там в своей тарелке. Мне это кажется или правда так и есть? Ты абсолютно прав. На самом деле в таких компаниях развитие очень медленно идет. То есть, чтобы достигать высоких квалификаций, господи, должностей, нужно очень сильно потрудиться. Благо, я сама по себе трудолюбивый человек, и придя в компанию за очень быстрый, короткий период времени, меня повысили до менеджера. Грубо говоря, я пришла работать кассиром, просто кассиром. Через полгода меня повысили в менеджеры, хотя до меня сотрудники по 7 лет работали продавцами, так они и работали продавцами. И проработав 5 лет выше менеджера, то есть есть выше должности, но выше менеджера прыгнуть я уже не могла, потому что до меня тоже целеустремленные трудолюбивые были люди. И я бы проработав там еще 5 лет, то есть мой доход, может быть, была разница в 100, в 200 долларов. Вот так. И максимум, наверное, это 1000 долларов, но трудиться там надо слишком много. Ты просто живешь на этой работе. Я 5 дней в неделю по 8 часов работала, сверхурочно работала, потому что это такая доза, где ты ответственна абсолютно за всех и за все. И ты, естественно, занимаешь работу и уборщицы, и продавца, и кассиры, и менеджеры, и все вместе взятых. Но это труд, который оплачивается абсолютно недостойно. Ну вот столько... Я всегда отдаюсь любой работе на 100%. И вот там я не чувствовала, что меня ценят как сотрудника. И последних 3 года, наверное, у меня уже был такой этап выгорания. То есть я приходила, уже это была, наверное, больше нелюбимая работа. Я ходила туда, потому что, ну, как и все нормальные люди, да, от безвыходности, а куда, какое-то... Да, да, да. Ну и плюс, как ни крути, все равно немножко моя средняя заработная плата была выше, чем у других каких-то там предприятий, например. То есть меня устраивало, но в любом случае я выживала зарплатой за зарплатой. Слушай, а сколько ты зарабатывала, вот когда тебе уже все начало доставать? Или, скажем так, вот тебя 3 года это все доставало потихонечку, ты 3 года выгорала. Вот к окончанию этих 3 лет выгорания ты сколько зарабатывала? Ну, где-то было 400 долларов была моя зарплата. Для Украины это хорошая зарплата? Это выше среднего, скажем так. Если в тот период, когда я работала в Бершке, средняя зарплата была где-то 200 долларов, 150-200 долларов я получала 400, ну, в принципе, для других это вау, вау зарплата была. Но для меня, конечно, запросы у всех разные, мне, естественно, не хватало. Но я всегда помимо основной работы как-то пыталась выкручиваться, искать дополнительные доходы. Я развивала свой интернет-магазин, занималась продажей вещей, вот сколько было у меня на это времени. Параллельно я спортсменка в прошлом, давала тренировки, писала программы питания. В общем, чтобы был какой-то доход, я помимо Бершки, естественно, еще пыталась как-то цепляться за какие-то возможности. Каким спортом ты занималась? Пришла просто тренажерный зал как любитель, просто привести фигуру в порядок, но за очень короткое время, за первый год, я достигла, скажем так, фигуру, где можно было спокойно выступать на фитнес-бикини и занимать призовые места. То есть у меня очень отзывчивые мышцы, я очень быстро вот к идеальному такому телосложению себя привела. И, соответственно, все мое окружение, и там район, где я жила, и как бы люди хотели так же, и приходили со мной на тренировки, просто не имея, конечно же, никакого опыта как тренер. Я просто делилась своим опытом, своими знаниями, они просто за мной повторяли, и тоже как бы приводили себя в порядок, и было там денежное вознаграждение. Ты железом занималась? Это было железо? Да, это просто тренажерный зал. Сколько ты приседала? С каким весом? Ну-ка расскажи. Где-то 100-120 килограмм 15 раз, причем мой вес 50 килограмм. Вот 20 килограмм ты приседала 15 раз при своем весе и росте небольшом? Да, да. А жало сколько от груди лежа? От груди лежа не делала это упражнение. Вот у меня есть своя такая схема, да, чтобы девушка выглядела и женственно, но при этом подтянутая. Немножко своя схема. Но вот у меня рекорд есть жим ногами, если знаешь, платформа поднимается. Ну, да, я понимаю, жим платформы, да. А, 270 килограмм. Да, я понял. Ты это все делала, чтобы была красивая попа. Это, конечно, было сложно. Я не знаю, откуда такой был детский максимализм, но я жала, как не в себе, скажем так. Но ничего. Скажем так, спорт мне помог стать известной на просторах Инстаграм, то есть у меня было очень, у меня в принципе много подписчиков, у меня два аккаунта, в одном аккаунте 130 тысяч подписчиков, во втором аккаунте 18, и все это, в принципе, благодаря спорту, потому что в тот период спорт это было супер актуально, и я писала о программе питания, и много про вообще все, что связано со спортом, и люди подписывались на меня как не в себе. Ну и плюс, конечно, яркие, сочные фотографии тоже привлекали внимание. Наташа, вот у меня возникает вопрос, когда я вижу перед собой красивую, молодую, спортивную девушку, у меня возникает вопрос. Вот ты была такая вся, вот приседала, с красивой фигурой, я понимаю, для чего девушки приседают, я это уже озвучил. Ты мне скажи, ну а что ты пахала-то, зачем ты работала, ну вышла бы себе замуж, я представляю, сколько мужиков за тобой в этом спортивном зале бегали, и мужики же там тоже красивые, понимаешь, подстать тебе. Что ты хлопала-то ушами? Это все воспитание, потому что у меня мама такая по жизни трудолюбивая, целеустремленная, и, наверное, она мой пример. На самом деле, ты абсолютно прав, мужчин вокруг меня всегда было очень много. Но, как говорится, сердцу не прикажешь. Вот если не йокая, то каким бы ты ни был бы богатым, вот, да даже если бы я влюбилась бы в какого-то богатого мужчину, честно, я должна иметь свой доход. Это вот у меня с детства так заложено, что у меня, я не должна нуждаться, допустим, для себя, для каких-то любимых хотелок. Вот это важно было всегда для меня, поэтому я и работала всегда, независимо от мужчин. У меня были там подарки дорогие, все это, естественно, было. Но у меня был выбор, либо я буду золушкой в клетке, либо я буду самодостаточной сама по себе, независим, ну, не буду зависеть от мужчины, потому что многие девушки в таких ловушках, они, не имея ничего за спиной, они рожают детей, потом случаются какие-то там конфузы с мужчиной, с мужем, но они никуда не могут уйти, потому что нету ничего за спиной, и вот они просто терпят там какое-то плохое отношение к себе. А жизнь идет, при этом жизнь-то идет, будь здоров с какой скоростью, да. Слушай, а ты сейчас замужем? Вот только хотела сейчас сказать, что как раз в моей жизни случилась такая ситуация, когда я ушла от мужа, проживая в Германии, я два года прожила в Германии, вышла замуж, родила ребенка, чужая страна, не знание языка, но при этом я зарабатывала онлайн благодаря компании НЛ, потому что до отъезда в Германию я уже два года работала, я уже сформировала хорошую команду, они стали самостоятельными, и мне просто нужно было онлайн их поддерживать. И я зарабатывала в любом случае хорошо, находясь в Германии. И когда муж, скажем так, начал плохо ко мне относиться, я просто взяла маленького ребенка, четырехмесячного, и ушла в никуда, в чужой стране. Я справилась, почти год я прожила там, но потом приняла решение, что я не вижу страну для себя как перспективной, и приехала жить в Украину, и вот я здесь уже пять месяцев. И для компании НЛ многие, как говорится, говорили о моем результате текущего месяца, предыдущего месяца, потому что я с квалификацией 2С, если ты знаешь, да, квалификацию компании, я сразу... Я немножко путаюсь в квалификациях, поэтому, если что, ты мне помогай. Я знаю, что высокие это DS5, правильно? ДТ5. Да, ДТ5, а вот в этих, которые меньше, я могу путаться. Ну вот я, вернувшись в Германию, была в квалификации 2С, и за четыре месяца я закрыла ДТ5, самую высокую квалификацию, то есть у меня колоссальный прыжок, который некоторые закрывают по 4-5 лет, то есть я сделала это за четыре месяца самостоятельно, без помощников, причем у меня маленький ребеночек на руках, вот сейчас ему годик. Слушай, можно я задам тебе личный вопрос? Если ты не захочешь отвечать, не отвечай. Ну, наверное, мужчинам трудно с такими женщинами, как ты, но смотри, ты самостоятельная, ты зарабатываешь. Ведь многие же мужчины устроены так, что ему важно, чтобы женщина была слабее во всем, чтобы он был самцом, таким альфой, а женщина, чтобы зарплата была меньше, чтобы она его слушалась. А ты прямо такая вся со стержнем, самостоятельная. С тобой тяжело мужикам? Я думаю, что да, но при всем этом я глубоко верю в то, что есть мужчина сильнее меня. Дело вообще не в достатке, а дело, что требуется от мужчины. Требуется то, чтобы он мог дать крышу над головой, еду в доме, уважение, любовь. Вот это самые важные такие для меня, допустим, что должен выполнять мужчина. Если он будет зарабатывать поменьше меня, это не страшно. Главное, чтобы он нас мог с ребенком обеспечить. Вот, этого достаточно. А в принципе обеспечить достаточно там, ну, 5 тысяч долларов в месяц, ну, 7, ну, 10, окей. Я думаю, таких мужчин много. Просто всему свое время я только отошла от разрыва, это год, как я ушла от мужа. Вот, я честно пока не рассматриваю никаких вариантов у мужчин. Я сейчас нацелена на работу, укрепить свою квалификацию, потом немножко расслабиться, продолжать путешествовать. А там, как бы, я сейчас не горю тем, что вот мне срочно нужен мужчина рядом. У меня рядом семья, у меня мама, у меня брат, который мне во всем помогает, поэтому мы не без внимания с ребенком. У тебя мальчик, девочка, или я прослушал, или ты не сказала? Я еще не говорила, у меня сын, его зовут Адриан. А сколько ему сейчас? Сейчас 1,5. 1,5. Но уже он вступает в такой интересный возраст, когда скоро будет корки мочить, будь здоров. Суперинтересно, да. Он сейчас проявляет свой характер, я просто вижу в нем себя. Вот просто какой он целеустремленный, достигая своей цели любыми путями. Это на самом деле очень важно для мужчин в первую очередь, что проявляется такой стержень. Я рада, что ему это передалось. Но сейчас, да, самый такой интересный возраст, когда они начинают говорить какие-то там первые слова. А, дай, на, и все такое. Наташа, извини, говори, говори. Мы, кстати, вот два дня назад купили квартиру с сыном 142 квадратных метра. Это моя первая такая серьезная покупка. Вот, да, похвастались. Но подожди, хвастаться. Мы до этого момента сейчас дойдем. Ведь всегда самое трудное, как мне кажется, это начало. Потом, когда ты уже входишь в ритм, когда ты уже, вот как паровоз уже разогналась, у тебя уже большая инерция, у тебя уже прям скорость хорошая, уже проще. А с самого начала всегда тяжелее. В любом деле, абсолютно. Ты работала в Бершке, тебе все не нравилось. Ты искала что-то другое, какие-то альтернативы, открывала магазин и так далее. Как у тебя перед глазами появился логотип НЛ или продукт НЛ? Кто-то пришел в магазин. Видишь, версия о том, что, может быть, ты была полненькая, в данном случае не срабатывает, у тебя все было хорошо. Как в твоей жизни появился НЛ? Скажем так, за счет того, что достаточно много было уже на тот период подписчиков, 70 тысяч было, мне приходили очень много спамов в Директ с призывом в команду НЛ Интернешнл. Причем их было настолько много, что они просто уже меня раздражали. Я понятия не имела, что это за компания, какой там продукт. Я даже не считала эти сообщения, просто отклоняла. Но был у меня такой социальный друг, я думаю, всех они есть, когда ты через интернет периодически с кем-то общаешься, ведешь какие-то диалоги. И вот мой наставник, он, проживая в Москве, тогда еще ВКонтакте, он мне какие-то там лайки ставил, как-то выходили иногда на связь с периодами. И вот он мне предложил прийти в компанию НЛ. Я, естественно, первый раз отклонила. Я, наверное, такой прям затятый скептик подобного вида дохода, потому что, опять же, это стереотипы наших родителей, что работа — это когда ты встаешь утром, отработал смену, пришел вечером, вот заработал за месяц, ну вот так, другого быть не может. И рассматривать бизнес сетевой, и когда тебе говорят, ну вот сколько хочешь, только трать время, вот когда хочешь, тогда и работай. Я не понимала, как можно заработать деньги с таким графиком. Вот было как-то в голове, это не складывалось. Поэтому было неинтересно рассматривать подобное. Потом мой наставник все глубже и глубже начал мне как-то вот, он такой тоже хитренький паренек, у него удалось меня привлечь, чтобы я хотя бы выделила время, и мы с ним созвонились, и он мне более подробно рассказал про эту компанию. Про продукты я ничего не знала, не слышала. У меня, честно говоря, не было времени там зависать где-то там в Инстаграме. Инстаграм для меня просто был как хобби, но времени там, не знаю, новости листать у меня, в принципе, никогда не было. Он мне рассказал, он меня зарегистрировал, это было как раз на канун Нового года, 2017 года. Но сказать, что я прям супер была заинтересована, нет. Окей, он меня зарегистрировал, скинул материалы, которых я благополучно даже не смотрела. Прошла неделя, я вся в суете, бешка, распродажа, сверхурочная работа, в 2 часа ночи домой. В общем, сил на что-то там просматривать точно не было. Наставник мой понял, что я могу слиться, как и многие другие менеджеры, а такой жирный кусок блогера 70-тысячной аудитории он терять не хотел. И вот он договорился, здесь в Одессе тоже были лидеры до меня, и он договорился, чтобы один из лидеров просто провел мне вот такую живую встречу. И я, конечно, тоже выходной день не хотела на это выделять, но окей, выделила, я приехала, и мне просто коротко 5-минутную встречу провели. Мне сказали, а сколько бы ты хотела дополнительно зарабатывать? Я думаю, сейчас скажу много, чтобы они от меня отвязались, потому что у меня вон там куча всяких дел. Я говорю, ну, помимо основной работы, хорошо, 1000 долларов. Я согласна рассматривать, если будет такой доход. И мне человек сказал, хорошо, значит, закрываешь квалификацию СтарПро. Это 3000 баллов. Всё, говорит, берёшь вот продукт какой-то, начинаешь его тестить, рассказывать, показывать, получать результат. У тебя появятся клиенты, потом появятся менеджеры, ты закрываешь эту квалификацию, зарабатываешь столько-то денег. Рассмотрев тоже ценник продукта, в компании продукт, он выше среднего, потому что у него там особенный состав. Понятно, что он дёшево стоить не будет. Но опять же, выкладывать деньги на банку коктейля Energy Diet мне было в тот период сложновато. Но опять же, думаю, окей, с чего-то надо начинать. Я готова рассмотреть эту кампанию. Ну а вдруг, а вдруг, я такой вот, я верю, в принципе, верю в то, что может получиться, если за что-то новое браться. Я купила, помню, банку Energy Diet с вкусом банан. Пришла домой, написала первый свой рабочий пост в Инстаграм. На второй день от меня отписалось 6 тысяч человек. И, наверное, около тысячи сообщений в директ было написано, что я туда же, и много всякого негатива. Вот. Я ещё такая недопонимание. Думаю, что такое, в чём проблема, почему не так, как компания. Ну, конкуренция тогда была высокая. Это я уже потом поняла. Но почему-то меня это не смутило. Я думаю, ну я же взяла эту банку коктейля, нужно её попробовать. Я попробовала, я показала результат за три дня, потому что действительно коктейль создаёт дефицит калорий. Я тогда уже как бы разбиралась в питании, в спорте. И у меня было фото до-после существенно заметное. Я вот очень хорошо просушилась за такое короткое время. За три дня всего, да, ты имеешь в виду? Всего за три дня выпиваю всего два коктейля в день, совмещая с правильным питанием. Просто обычное правильное питание без вредностей. И, ну, прям хорошее было заметно. У меня пробился рельеф, прям такая сухая стала. Показав результат просто постом в соцсетях, в Инстаграме, у меня появились клиенты, и они появились сразу. И я в первый месяц, первый месяц заработала полторы тысячи долларов в этой компании, параллельно работая в этой же биржке, занимаясь тренировками, всё то же самое. Наташа, я тебя перебью, остановлю ненадолго. В тот момент ты ещё была не замужем, да? Всё правильно? Нет, нет. Понял. А второе, скажи, пожалуйста, ты вот продала на полторы тысячи долларов. Ты это всё сделала онлайн или проводила встречи какие-то личные? Как это происходило? Это было всё одновременно. Я в соцсетях рассказывала о продукте, получала клиентов. Точно так же в соцсетях рассказывала о компании, получала менеджеров. С менеджерами в основном у меня аудитория Одесса. И я с ними встречалась лично в одесском офисе. Конечно, я тогда плохо ещё разбиралась в маркетинг-плане, все вот эти вот нюансы идеально не знала. Но при всём этом, вот как понимала, так и рассказывала. И у меня начала наращиваться команда. И в первые месяцы закрыла вот эту квалификацию, которую меня замотивировал менеджер вот на первой встрече. Ты так об этом сейчас рассказываешь. Вот знаешь, по интонации, по подаче этой истории, знаешь, это как звучит. Ты знаешь, Лёш, я вот утром сегодня встала, подумала, хочу сделать омлетик. Разбила два яйца, добавила чуть молока. Я люблю немного молока и немножечко лучка. Знаешь, я не против жареного лука. Где-то это у меня минут пять поставило в сковородке, я это съела. Знаешь, что-то сильно просто ты рассказываешь. Но ведь в тот момент же это же было непросто, это же для тебя было всё новое. Может быть, ты там переживала по поводу чего-то. Так ты эту встречу провела, не так ты эту встречу провела. Понятно, что сейчас, оглядываясь назад, это уже воспринимается как прошлое. А вот в тот момент как ты себя чувствовала? Не, ну, конечно, первые встречи, они были волнительными. Хотя первые встречи были, в принципе, с окружением людей, которые не чужие. Вот. На них, скажем так, прошла и моя практика. А потом уже легче было проводить. Я проводила в основном групповые встречи, потому что поток людей шёл ко мне колоссальный. То есть я в день могла проводить по 15-20 встреч и групповых, и индивидуальных. Я написала заявление. Вот с первого месяца я написала заявление об уходе от Бершки. Я ушла. И, естественно, я там увидела, что здесь мой труд ценится гораздо лучше. И вот первый год он был, конечно, суперактивный. Я очень мало спала. Вот 4 часа в сутки я спала. Всё своё остальное время я работала в НЛ. Я перестала тренироваться. Я перестала вести магазин по одежде, который у меня был. Я всё своё время спала в НЛ. И вот многие, которые приходят ко мне сейчас из новичков, они удивляются, что может быть такой колоссальный рост на начальном этапе. А он может быть, если ты тратишь на НЛ 10 часов своего времени в сутки, а то и более. Если каждый человек будет столько времени тратить так отдаваться компании, так отдаваться этой работе, то у каждого будет такой быстрый рост. Ну и что самое главное, это я считаю, что должно быть у каждого менеджера. Верь в себя, верь в продукт, верь в компанию. Но в продукт ты можешь поверить только после того, как ты попробуешь продукт. В компанию ты можешь поверить только тогда, когда ты изучишь все материалы, которые предоставляет тебе компания. Ну и верить в себя, в свои силы, возможности никогда не зависит от чужого мнения. Вот это самое главное. И если вот так будут смотреть на этот бизнес каждый пришедший менеджер, у всех будет получаться. Я пытаюсь внушать всегда верю в моих новичков, потому что они все приходят в каких-то страхах, в каких-то комплексах, и никто в себя не верит. И я как наставник всегда говорю, я в тебя верю. У тебя все получится, потому что я тебе расскажу, как это делать. Я прошла этот путь. Это несложно. Самое сложное — это борьба с собой. Вот ты когда переборешь все свои страхи внутри, у тебя пойдет колоссальный рост и взлет в этой компании. Я считаю, что здесь работать несложно. Абсолютно несложно. И здесь офигенно платят за твое потраченное время. Вот смотри, ты занималась спортом. И мне кажется, что сейчас спорт для тебя — это не что-то там совсем далекое. Ты и сейчас занимаешься спортом, это видно. А вот профессиональный спорт не занимаешься? Ты сейчас просто за счет продуктов так выглядишь, да? Сейчас удивишься на самом деле. Я уже вот сколько я в НЛ, столько я не занимаюсь спортом. Но благодаря питанию, которое я для себя выровняла идеально, это продукты от НЛ. Если бы не продукты от НЛ, у меня было бы 6 кубиков на животе по сей день, даже после родов сына. Я на третий месяц уже пробила себе 6 кубиков, благодаря коктейлям, драйн-эффектам и так далее. И когда люди смотрят на мое тело рельефное сегодня, и когда я говорю 5 лет без спорта, они просто в шоке. Потому что я знаю, как работает продукт от компании НЛ. И какие продукты нужно обычно употреблять, вот с обычной жизни. Как выравнивать этот баланс, чтобы быть вот в таком тонусе. Конечно, рано или поздно мышцы будут сдуваться, это я тоже понимаю. Поэтому вот я на осень уже купила себе абонемент. Самую высокую квалификацию у компании закрыла, в клуб миллионеров вошла. Можно немножечко расслабиться и уже походить на тренировки. Поэтому буду дальше поддерживать себя. Ладно, не с того места я на 100% зашел, но все равно я вот буду через спорт тебе вопрос задавать. 100% ты знаешь о том, что профессиональный спорт, он убивает организм. Вот ты смотришь на спортсмена профессионального, на спортсменку профессиональную, кажется, елки-палки, такие развитые ребята, девчата, какие они молодцы, рекорды бьют. Но на самом деле это колоссальный труд, это огромный удар по организму, по здоровью. Если ты занимаешься в зале как-то самоотверженно, если ты там вот каждый день занимаешься и при этом не профессионал, то наступает такой момент, который называется в спорте перетренированность. И все. И вместо того, чтобы делать организму хорошо, ты делаешь ему только хуже. А потом в итоге организм такой сбой дает, что ты лежишь месяц и вообще делать ничего не можешь. Я вот к чему это все веду. Если ты спала по 4 часа в сутки, если ты без остановки работала, 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 то не наступил разве потом момент, когда ты так устала, что сделала себе паузу, и эта пауза была, к сожалению, в некотором смысле ошибкой? Я тебе скажу еще касательно спорта, насчет здоровья. Ты абсолютно прав. Именно по этой причине я не выступала в фитнес-бикини, хотя были, допустим, я бы точно взяла победные места, потому что я знала, что просто на здоровом питании ты далеко не уйдешь. Там все равно есть всякие добавки, которые спортсмены употребляют, которые нарушают и гормональный фон с женщиной, и все такое. Именно по этой причине я не фанатически занималась спортом. Да, на начальном этапе были какие-то рекордные веса и все такое, но это, наверное, больше из-за того, что мой тренер хотел похвастаться, насколько я сильная девочка. Но потом, вот три месяца занималась с тренером, потом я просто на лайте занималась спортом, в удовольствии. Если я чувствую, что сегодня нет желания, то я просто не иду. Но в основном я стабильно, три раза в неделю я занималась спортом, но, опять же, я чувствую вот этот баланс. Если я энергетически устала, если у меня какое-то выгорание, даже вот в соцсетях, я делаю себе паузу. Я научилась отдыхать два дня, три дня, я поеду на море, у меня же через окно здесь море, поеду, отдохну, прогуляюсь, вот так вот восстанавливаюсь, потому что ранее я не чувствовала этого баланса, когда вот пришла в НЛ, когда активно работала, вот первый год, второй год, я на второй год уже год, через год и три месяца закрыла ДТ-1 квалификацию. И потом, когда существенно нормально появились деньги, я начала много путешествовать, потому что до этого у меня такой возможности не было, месяц за месяцем, я много стран объездила, и, соответственно, когда ты много где путешествуешь, ты не особо работаешь. И начал падать товарооборот, я слетела с квалификацией, и вот был такой пик в НЛ, когда менеджеры высоких квалификаций слетают со своих этих квалификаций, и включиться заново в тот ритм, который был на начальном этапе, гораздо сложнее, чем было начинать. И вот в такие моменты очень много менеджеров НЛ просто ушли. Они просто не смогли заставить себя опять работать в прежнем темпе. Но я абсолютно понимала, что окей, я не слилась, я не слилась, но я упала в квалификации, но я понимала, что просто нужно немножко больше работать, я расслабилась. И вот как раз я, потом это Германия, вот это замужество, рождение ребенка, как бы я работала, но так, чисто на плаву, не стремясь ни к каким-то высоким там целям. Доход был там 5000 долларов, меня хватало на мои хотелки, как бы и все. И вот только с приездом в Германию сюда я поняла, что я хочу собственную квартиру, потому что я выросла не в Одессе, родилась не в Одессе, я родилась в маленьком селе, население 2000 человек. Это деревня, это обычный дом, скажем так, с туалетом на улице. Я там закончила школу, у меня мама воспитала нас, нас трое, брат и сестра еще есть, нас троих одна, потому что мой отец погиб еще, когда мы были маленькие. И вот закончила я школу в этом селе, мама меня отправила в техникум в Одессу, то есть у меня не высшее образование. И я просто поступила в Одессу, в этот техникум, отучилась два года, и потом начала работать вот в торговле 13 лет. Вот. Чему я вела? Что моменты выгорания, они, конечно, случаются, на любой работе абсолютно, но вот сейчас, вот в этот период времени, наверное, с опытом я научилась держать этот баланс. Если я перегрузилась сегодня, завтра я отдыхаю полдня, несколько часов, иду на море, прогуляюсь, но всегда нужно выдерживать баланс. Иначе будет потом гораздо хуже, ты потом выпадаешь и можешь вместе с ним включиться. Наташа, слушай, я тебе хочу задать вопрос. Вообще, ты никогда не догадаешься о чем? И вообще, кто это слушает, никогда не догадаются. Скажи, как ты относишься к разумному потреблению? Ну, когда, вот знаешь, там люди говорят, я покупаю ровно столько себе одежды, сколько мне нужно, там не заполоняю всю квартиру этой одеждой, я покупаю там, не знаю, себе смартфон, не каждый раз новый, а вот пока он остаётся актуальным, то есть разумное потребление, там зелёная планета и всё это такое. Мне вот вдруг захотелось тебя об этом спросить. Я понимаю, о чём ты, и я тебе скажу, вот, наверное, только в этом году я пришла к разумному потреблению, на самом деле, потому что, когда ты всю жизнь нуждаешься во всём вокруг, да, и у тебя появляются первые хорошие деньги, тебе хочется просто спустить всё, ты просто фанатически покупаешь себе эту одежду, ты судорожно тратишь все деньги и вообще на всё даже то, что не нужно. И когда ты уже доходишь до такого момента, что ты, вот у меня нет такого, что я себе в чём-то отказываю, но при этом у меня нет, что я хочу, вот приходит чек, вот в этом месяце у меня был чек 1 миллион 800 рублей, почти 2 миллиона, и у меня нет такого желания, всё, сейчас, завтра пойду, там, шоппинг, это абсолютно неделя-две, я могу ничего не тратить, если мне не надо, а если я мимо прохожу какой-то лавке, увидела что-то симпатичное, я зайду, не важно, сколько это стоит, я себе куплю. Вот сейчас вот так вот, у меня всего лишь 11-й iPhone Pro, 12-й давно продаётся, но я не нуждаюсь в нём, у меня 11-й шикарно работает, там, отличная камера, я не вижу смысла покупать себе 12-й. Ну, вот как-то вот так сейчас смотрю, вообще на деньги, я смотрю, абсолютно спокойно, и не чувствую то, что там у меня есть какие-то большие возможности на покупки всего, чего хочу, то есть всё вообще очень даже спокойно в этом плане. Вот то, что купила квартиру сейчас, два дня назад, тоже, по-моему, она выходит в рублях, 13 миллионов рублей. Ну, для Одессы это такая хорошая квартира, в хорошем новострое, часть денег я заплатила сразу, остальное я взяла в рассрочку там на ближайшие полгода, потому что сразу такой суммы нет, я только начала нормально зарабатывать. Вот, но сейчас, понимаю, буду активно работать, продолжать так же работать в том же темпе. Вот у меня в прошлом месяце закрылась самая высокая квалификация без напряга. Вот, я с ДТ-2 закрыла ДТ-5 за один месяц, просто работая лайтово, я по утрам высыпалась, проводила время с ребенком, в обед оставляла ребенка с мамой, поехала у меня в офис, свой офис в Одессе, я партнерствую с компанией, открыла свой офис продукции, приезжаю в офис, я там 3-4-5 часов, общаюсь с менеджерами, там снимаю какие-то видео для клиентов, все без какого-то там судорожного, не знаю, состояния, приезжаю домой от 5-6, провожу весь вечер с ребенком, ребенок усыпает спать, я начинаю пару часов работать в онлайн режиме. Вот так у меня проходит мой каждый день, без какого-то напряга. И просто в голове уже немножко начала по-другому работать математика, чтобы закрыть квалификацию, на самом деле, там не надо каких-то миллион количества менеджеров, нужно просто включить математику, грамотно расставлять, как у тебя должны закрываться ветки, ты понимаешь, с кем тебе глубже надо работать, и все. И оно все как бы в принципе несложно закрывается. Наташа, вот те вот люди, которые в твоей команде, они тебе кто? Ну, у всех разный подход к людям, находящимся в команде. Одни говорят, это бизнес, это мои партнеры. Другие говорят, да ты что, это прям мои друзья, мы вместе проводим время. Кто для тебя эти люди? Это мои бизнес-партнеры. Я не отношусь к своей команде как к друзьям. Да, есть, допустим, девочки, с которыми я чуть ближе общаюсь, чем с другими, но мы не подруги, мы бизнес-партнеры. И я считаю, что всегда нужно бизнес разделять с личными какими-то там отношениями. если у тебя родственник есть в твоей команде о работе, вы говорите как бизнес-партнеры, а не как родственники. Потому что у меня уже был опыт изначально, когда у меня были родственники в команде, и когда я какие-то давала наставления как наставник, этот человек не воспринимал эту информацию как от, скажем так, от наставника, были недопонимания, были сложности. Ну, как бы, поэтому я сейчас просто приняла для себя решение, что мы общаемся просто как бизнес-партнеры. У меня с родственников нет в команде никого, сейчас только есть кума, скажем так, которая крестила моего ребёнка. Вот, и тоже, вот она буквально два месяца со мной, случаются ситуации, когда она принимает информацию как от подруги, а не как от нас. Расскажи про такие ситуации, ну, прям такой-то пример, что ты имеешь в виду? Например, я выхожу на связь со своей кумой, подругой, которая является менеджером моей команды, и говорю, значит, смотри, ты на этой неделе не доработала. Я тебе рассказала, да, какие твои действия необходимо сделать, чтобы ты закрыла поставленную цель, потому что цели она сама себе ставит, она мне говорит, хочу такую сумму денег, я ей проговариваю, какие её действия, чтобы закрыть эту, заработать эту сумму денег. И когда я постоянно над каждым менеджером, я постоянно анализирую результат, ежедневный, еженедельный результат. Если человек не идёт по плану, я, естественно, выхожу на связь и говорю, значит, смотри, не позвала в команду сегодня никого, либо целую неделю никого не звала в команде, именно поэтому у тебя низкий товарооборот, поэтому тебе необходимо сделать одно, второе, третье, десятое. И вот такие мои наставления человек воспринимает как вот, наверное, указание начальника, что ли, а она понимает, что мы с ней близкие подруги. Видимо, возможно, она от меня ждала, что вот, дорогая, смотри, вот давай я тебе поскорю, у меня не такой подход. И когда у нас случались вот такие лёгкие недопонимания, я напрямую говорю, значит, смотри, о работе я с тобой говорю как наставник. Ты не воспринимаешь эту информацию как-то негативно, потому что я заинтересована в твоём результате, и ты в этом заинтересована, а я тебе просто помогаю. И я тебе скажу один-два таких разговора человеку, как бы человек сейчас совсем по-другому воспринимает мои наставления, и у нас сейчас, как бы, благо всё отлично в отношениях между наставником и менеджером команды. Ну, это единственный случай сейчас, да, с моей кумой, а все остальные, у меня в команде сейчас 3600 человек. То есть команда уже такая большая, и со всеми менеджерами настолько партнёрские отношения. Да, мы можем в офисе посмеяться, там, прогуляться, кофе попить, но опять же, мы не подруги, мы не друзья. У меня два вопроса. Первый, вот 3600, а, прежде чем вопросы-то свои задавать, слушай, у тебя хорошая подруга, потому что могла бы и психануть, и сказать, да знаешь что, да, типа, и ладно, до свидания тогда, больше мы не общаемся. Просто дело в том, что я ей больше нужна, чем она мне в бизнесе, понимаешь, да, у меня уже как бы, ну, у меня нет самой высокой квалификации, когда закрыта, ты уже не заинтересован, там прям, кого-то особо развивать. То есть ты просто нарабатываешь товарооборот, потому что твоя зарплата зависит от товарооборота в основном. Чем больше товарооборот, тем больше твой чек. Вот, поэтому я, как любящий человек вот свою куму, я просто знаю, что здесь, в этой компании можно заработать много денег. И я хочу ей помочь этому достигнуть, потому что у нее тоже своя мечта, она живет в Германии сейчас, она ненавидит эту страну точно так же, как и я ее ненавидела, но в Германии у них с мужем свой бизнес, и в Германии там, ну, хорошие зарплаты, скажем так, в Украине такого нет, но они нацелены все-таки вернуться в Украину в какой-то период времени, но для этого нужно, чтобы была какая-то почва, чтобы не в ноль приехать. И вот мы сейчас нарабатываем ее чек в НЛ, чтобы она могла заработать столько, сколько они с мужем могли бы приехать и здесь как бы не нуждаться хотя бы в жилье и в еде. То есть, грубо говоря, ей нужнее зарабатывать в НЛ, и она это понимает. А я, собственно, просто ей в этом плане помогаю. Поэтому она это все адекватно понимает, и как бы, поэтому пропустила через себя, если что-то ей не понравилось, выдохнула. Я если говорю, пожалуйста, выдохни сейчас, и через два часа мы с тобой свяжемся. Хорошо, чтобы мы с тобой не ругались. Вот это важно. Если я чувствую, что переходит грань какой-то ругани, я говорю, так, все, через два часа с тобой свяжемся. Ты иди выдохни, я пойду тоже выдохну. Так решают. Значит, нужно еще хорошим таким психологом быть, да, и человеком таким в некотором смысле железным характером, чтобы вот эти паузы почувствовать, когда их нужно сделать. Да, да. Но это все с опытом приходит, наверное. После пройденных миллионов ситуаций я такой, конечно, не была, я не могла так урегулировать. Я тоже эмоциональный человек и такая вспыльчивая. Но при этом сейчас уже в свои 34 почти я пришла уже вот к тому, чему пришла. Вот. Поэтому я думаю, ты просто с опытом каждый через это пройдет и уже со временем научится. Вопросы-то у меня вот какие. Правда, пока мы на эту тему разговаривали, я один вопрос забыл, но надеюсь, что память мне поможет, и я второй тоже вспомню. Первый вопрос у меня вот какой был. Смотри, у тебя 3600 человек в команде. И ты мне сейчас привела пример, как ты созвонилась со своей кумой и сказала ей, ты в этом месяце не доработала, ну и так далее. Но ты же не можешь всем 3600 людям позвонить. А вот эти люди, они не чувствуют себя я второй вопрос вспомнил, они не чувствуют себя как бы брошенными. Вот, ну я не знаю, я, например, 2548-й, мне нужна твоя помощь, а ты вообще даже не знаешь, кто я такой, там какой-то, не пойми вообще откуда. Как вообще это взаимодействие происходит? Мне нужна твоя помощь, а я такой вот 2548-й. Да-да, я понимаю. На самом деле количество менеджеров в команде, они где-то там в глубине. Это же не те менеджеры, которые лично пришли ко мне в команду, понимаешь, да? То есть ко мне пришла девочка в первую линию, я ее обучаю, она позвала свою подругу, подруга, подругу, и так по цепочке где-то уходит человек в глубину. И вот у меня глубина, там где-то уже 15-я линия, например, где-то в глубине, и эти люди, возможно, меня даже не знают, их нет, возможно, даже в моих рабочих чатах, но у меня в доу-лайне, в своем личном кабинете, эти люди, их фамилия есть, то есть общее количество, всех, кто, скажем так, подо мной, я и всех вижу. И со мной каждый человек, который хочет со мной поработать, они сами выходят со мной на связь. То есть я из тех менеджеров, которые не написываю, не названиваю, это вот моя подруга, это просто исключение, потому что это близкий мне человек, и я хочу, чтобы у нее все было в жизни хорошо. А все остальные партнеры, у меня не хватает, естественно, столько времени и энергии, чтобы с каждым выходить на связь, даже с твоей первой линией. У меня в первой линии 500 человек. Это тех, кого я лично зарегистрировала, да, вот с каждым выйти на связь в 500 человек, у меня тоже нет времени. Поэтому я работаю с теми людьми, кому я нужна. Вот они сами, Натали, у меня с этим есть проблема, помоги разобраться. И вот я ежедневно работаю с входящими сообщениями ко мне по работе. И таких сообщений там примерно 100 в день. Наташ, сейчас кто слушает этот подкаст, то удивятся, возможно, тому, что я такой вопрос задаю. Но я не в компании, я никогда в ней не был, и поэтому я могу задавать глупые вопросы. А вот скажи, вот ты заходишь в свой кабинет личный, да, каждый день заходишь, ты сказал, у тебя 3600 человек в команде. Ты каждый день видишь эту цифру, да, и она каждый день как-то меняется, ведь она же не может оставаться константой. А как она меняет? Ты прям видишь, она там, например, стала 3502, или наоборот, 3708. Это какой-то столбик там есть или циферка написана? Как это? Мы заходим в домлайн, наш личный кабинет, и у тебя сразу вверху пишется общее количество менеджеров, а ниже перечень этих менеджеров. Кто у тебя в первой линии, кто в второй, кто в третьей, кто в такой. Вот это общее количество, оно меняется только раз в месяц в первых числах, потому что некоторые контракты сгорают первого числа, сгорают по неактивности, то есть они регистрируются, они в системе два месяца, но если они ничего не делали, никакого товарооборота, то через два месяца первого числа их контракт сгорает. И соответственно каждого первого числа у меня и убавляется количество менеджеров, но и при этом с каждым днем количество растет. Почему? Потому что с каждым днем регистрируются новые люди в команду. И зачастую, если я первого числа смотрю статистику в сравнении с первым числом предыдущего месяца, то всегда идет рост, рост в 100 человек примерно. То есть команда наоборот развивается те, кто выпадают их меньше, чем те, кто приходят. Есть прирост. Вот мне кажется, эти подкасты очень важно слушать новичкам совсем, потому что люди, которые уже давно, они, ну, во-первых, может быть, тебя многие лично знают, и они уже сами с опытом, сами с усами, а вот новичкам услышать историю живых людей, что было все точно так же, как и сейчас там у тебя. Вот человек работал в Бершке из деревни, и смотри, где он сейчас. Это очень круто. Скажи, а как ты относишься к тем, кто начал ныть? Ну, вот кто-то начал ныть, там все не идет, что-то, продажи падают, люди такие, дураки, меня не слушают, вот это все нытье. Или человек спал в депрессию какую-то из-за личных отношений, там, в личной жизни и так далее. как ты поступаешь с этими людьми? Ты их спасаешь или ты считаешь, что каждый должен сам себя спасти? Достаточно пару голосовых, и человек сразу просыпается, когда начинает ныть. Первым делом, что я говорю, ты не особенная. У всех такие трудности, которые у тебя, и все проходят через эти трудности. У всех не те клиенты, у всех не те менеджеры в команде, потому что каждый думает, что вот это ему не повезло, поэтому у него нет роста. Нет, это абсолютно каждый мне говорит одну и ту же информацию. И первым делом, что я задаю еще вопрос, говорю, а ты посмотрела обучающие материалы, которые я тебе скинула после регистрации? Там же важно, там ответы на все вопросы, как работать, где брать людей, как подключать в соцсети, вот просто все ответы. А мне человек говорит, а нет, у меня еще руки не дошли, я не посмотрела. Я говорю, именно поэтому у тебя ничего не получается, нельзя перешагнуть ступеньку через одну. Ты сейчас на начальном этапе, ты обучаешься в этой компании. Это как приходишь на обычную другую работу, например, кассиром, вот как я пришла. Я не умела работать кассиром, я сначала отстажировалась недельку с соседним кассиром, который мне это показывал, и только через неделю я начала сама потихонечку работать. Говорю, ты пришла на новые работы, ты пришла в сетевой, у тебя опыта нет в сетевом. Тебе для того, чтобы зарабатывать бабло, тебе сначала нужно пройти стажировку, а стажировка на обучении... Ну, Наташ, подожди, ну это ты сейчас рассказываешь про совсем новичков. А если начинает ныть и грустить тот, кто уже чего-то достиг, вот у кого уже есть несколько линий, если начинает ныть, ну, не самый крутой лидер, такой начинающий лидер, не знаю, как это сказать, тогда что? Да, у меня таких было несколько девочек в августе месяца, потому что август достаточно сложный месяц в году, это конец лета, все пытаются отдохнуть за все лето, плюс у нас Одесса, пляж, это очень раскрепощает, и у многих менеджеров, которые закрывали, ну, какие-то, да, квалификации небольшие предыдущие месяцы, в августе у них идет спад, при этом они продолжают как бы работать так, как они в принципе и работали, но чуть-чуть буквально может быть расслабились, и когда они выходят со мной на сядь и говорят, Натали, в этом месяце гораздо хуже, что я делаю не так, посмотри, подскажи и так далее, я естественно объясняю человеку, август сложный месяц для всех, не только для тебя, он сложный и для меня, потому что у меня тоже товарооборот минусует по сравнению с предыдущим месяцем, это первое. Второе, то, что ты выполняешь, что то, что ты делала до этого, людям может приесться, придумай какие-то новые маркетинговые хода, сделай марафон на похудение, сделай розыгрыш для клиентов, придумай какие-то другие варианты, то, что людей может это зацепить, потому что, когда менеджер одно и то же транслирует ежедневно с месяца в месяц, это реально доедает, люди любят хайп, люди любят что-то иногда интересное, люди любят шары, то, что для клиента какие-то розыгрыши в соцсетях, это всегда привлекает внимание, и я тоже периодически делаю, потому что у меня огромный клиентский объем, я только на личном клиентском объеме зарабатываю примерно 5000 долларов, только на клиентах, это очень высокий показатель компании НЛ, и я знаю, как работать с клиентами, я знаю, как их консультировать, миллион всяких программ на похудение, на все, что только можно, у меня есть составлено лично мной, и я всегда подсказываю менеджеру, что ему нужно делать, чтобы немножечко повысить свой товарооборот, ну и самое главное, я говорю, свое нытье оставила там, вот, и начинаешь вот это, вот это делать, через неделю выходишь со мной на связь, и мне расскажешь, как у тебя результат, то есть я прям даю еще и задание, чтобы они со мной связались, и рассказали, вот я провела марафон, вот там входящих пять клиентов, вот ура, там у меня плюс там 200 баллов, всегда срабатывает, то есть люди немножко пересматривают ситуацию, со стороны на себя смотрят, и как бы всегда идет, они вдохновляются еще, я когда записываю голосовые, я могу в двух минутах замотивировать человека, у него просто крылья за спиной вырастают, и они начинают активно работать, вот наверное, когда меня часто спрашивают мои коллеги, да, другие партнеры, других веток, структур, Натали, ну как так может быть, почему такой сильнейший поток к тебе людей, в команду, потому что у меня в день может быть по 20 регистраций, когда у кого-то в месяц нет таких регистраций, даже менеджеры высоких квалификаций, и я говорю, проблема в тебе, люди тянутся к уверенным в себе, к сильным, к людям, у которых есть знания, когда есть что показать, рассказать на своем личном примере, жизненном, там результатами, не знаю, разнообразные, вот к таким людям тянутся, и плюс важна подача. Вот в соцсети, да, мы говорим, Инстаграм, это сейчас самый мощный инструмент по развитию, и Инстаграм дает колоссальные результаты входящих клиентов и менеджеров, все, что мне нужно, это просто в Инстаграм снять какую-то там серию сториз мотивирующих, да, вот я пару дней это назад сделала, когда там у нас проект компания выпустила, я говорю, что вам мешает бесплатно зарегистрироваться, бесплатно участвовать в проекте и, возможно, изменить свою жизнь на до и после. Тебе не нужно никаких ни вложений, все на блюдочке тебе компания приносит. Тебе остается просто поднять жопу с дивана и выделить время не просто бесполезно, листая Инстаграм, а просто посмотреть обучающий материал. этого достаточно, но это может изменить твою жизнь. И вот такие какие-то мои, допустим, и голосовые, и то, что в соцсетях очень людей пробуждают, то есть они просыпаются. И пришедший ко мне менеджер в команду, у нас же есть как, человечек пришел, он может закрывать, да, какие-то квалификации, а может быть просто нулевиком и слиться через два месяца. И вот с каждым годом я вижу по статистике, то есть то, что я работаю над собой, над своей подачей, над своими знаниями. И я уже вижу, что с каждым годом количество в процентном соотношении нулевиков гораздо меньше, чем это было на начальном этапе. Но если сравнить мою работу 3-4 года назад из 100%, то 70% оставались нулевиками, а 30% включались, то сейчас это абсолютно наоборот. 70% включаются, включаются быстро, а 30% нулевиков. Вот это для меня статистика и победа над самим собой. Значит, я так проработала и начала по-другому работать, что у меня люди включаются. Даже 30% это хороший результат на самом деле. Конечно, конечно. Даже 30%. А почему ты мне не сказала, что ты Натали, что к тебе все обращаются с Натали, а я вот Наташа, Наташа? Я буду тогда тоже говорить Натали. Натали. Да. Скажи честно, вот ты когда записываешь все эти мотивационные видео в сториз. Сейчас же сториз это же вообще тренд. Рилс тренд, сториз тренд. Сейчас пост как таковой уже в общем-то не особо актуально. Ты много раз переписываешь? Ну честно только скажи, ну не обманывай. Ну вот я просто как себе представляю. Вот сидит Натали дома. Ну не знаю, там пьёт кофе и думает, так, мне нужно, мне сегодня по плану записать сториз. Ну нужно же как-то завести, вот как вот, знаешь, как на концерте. Перед выступлением звезды всегда есть кто-то на разогреве. А потом выходит звезда, и звезда тоже, она сразу хиты не исполняет. Звезда сначала исполняет песни такие средненькие, а потом уже к финалу концерта идут мегаубойные хиты. А у тебя некому выступить на разогреве перед тобой. Ты должна сама себя разогреть. Скажи честно, не ври мне, сколько ты делаешь дублей? Если говорит о сейчас, никогда не переснимаю вообще. И я никогда не готовлюсь, я не думаю, что я скажу. Не в сториз. Я посты пишу сразу с первого раза не готовлюсь. То есть всегда всё идёт сразу у меня. И я снимаю сториз ровно тогда, когда я это хочу сделать. То есть сейчас вот я в этот момент хочу снять сториз, что-то рассказать. Я беру и снимаю. И у меня всегда с первого раза нет такого, что я переснимаю. То, что это уже привычка такая. Сколько там сториз? Четыре года уже идёт. Там единственный момент, когда, не знаю, сын что-то мне помешал, либо раскричался, я могу там отключить, потом заново снять. Это единственный момент. А так всё идёт очень легко и спокойно. Но сначала, конечно же, как и все люди, мы, я не с первого раза могла заливать. Ты выбираешь себе лучший ракурс, ты думаешь о том, что ты скажешь в этих сториз, чтобы не опозориться, скажем так. Это всё я тоже проходила, как и все люди. И сейчас, когда менеджеры мои тоже уже такие, с квалификациями, активные, у них тоже всё происходит с первого раза, но изначально они боялись даже бумеранг снять в сториз, то есть настолько это было сложно. Это просто зона комфорта. Каждый человек в зоне какой-то комфорта. И у меня тоже есть зона комфорта. Вот, например, когда меня пригласили на встречу с тобой, честно говоря, вот я такая внутри себя думаю, так, это моя зона комфорта, может быть, я стесняюсь или нет, я же могу разговаривать, в чём проблема. То есть сама с собой поговорила, то есть я выхожу с этой зоны комфорта. А пришедшие новички, они даже, для них зона комфорта даже в офис зайти и снять какой-то сториз. А на улице это вообще, не дай бог, это что-то стеснительное. Но практика за практикой, день за днём, если они готовы выходить на какой-то уровень, они работают над собой, и сейчас все им свободно и легко, и непринужденно. И я считаю, что никогда себя не нужно заставлять что-то делать. Если ты не хочешь снимать сториз, ты не снимай, потому что люди считывают твою энергетику через экран, люди видят в твоих глазах. Если ты якобы улыбаешься, у тебя прекрасно, но глаза плачут, ты людей не обманешь. Просто всегда быть нужно настоящим. Если тебе грустно и ты хочешь снять сториз, чтобы был какой-то контент, ты говоришь, мне сейчас грустно, мне испортили настроение, ну ничего, сейчас пойду выпью чашечку кофе, всё вот хорошо. То есть я всегда делюсь со своей аудиторией абсолютно искренне и честно всё то, что происходит в моей жизни. Именно поэтому у меня аудитория суперозыбчивая. Они все знают меня уже много лет, там я сколько, семь лет в Инстаграм. И у меня, наверное, самая искренняя и добрая аудитория. Они всегда поздравляют со всеми моими какими-то достижениями. По 500 сообщений в директ. Просто купила квартиру. Но радости у людей, которые со мной прошли весь мой сложный путь на протяжении там семи лет. Вот эти все страшные... У меня просто ситуация с Германией, она очень страшная на самом деле. Вот когда украинка попадает в чужую страну и когда ненависть бывшего мужа пытается сделать абсолютно все, что просто уничтожит тебя. И даже страшно говорить, что со мной пытались сделать, и все это я как бы выстояла. И моя аудитория всегда за меня переживала, они плакали вместе со мной. И вот я считаю, что успешный блогер в Инстаграм это тот, который настоящий, который не подготавливается к снятию сториза либо к рассказу какого-то там, не знаю, то, что он хочет донести людям. Вот и все. А нет настроения снимать, я просто говорю, пишу просто. Ребят, сегодня сториз не будет, я сегодня без настроения. Все. Ну, это, знаешь, называется сейчас словом быть трушным, да? Ну, быть настоящим, быть честным. Это круто на самом деле. Это прям очень круто. Я с тобой на 500 миллионов процентов согласен, что люди все считывают. И что, если тебе хреново, ты вот скажи честно, да? Ребят, хреново. Может быть, вам тоже хреново, да? Ну, это не страшно. Мы сейчас вместе соберемся и что-нибудь придумаем. Все, больше ничего говорить не буду, потому что на душе не очень. Увидимся вечером, если настроение наладится. И это всегда, это правда всегда считывается. Слушай, а скажи, а тебя парит вот твой внешний вид? Ну, потому что смотри, объясняю вопрос. Ты сейчас на макияже вся красивая. А вот, ну, тебе хреново бывает. А ты утром встала, тебе хреново. Или днём тебе кто-то ну, так сильно испогайнул настроение, что ты к вечеру, ну, не знаю, может быть, даже слезу пустила, да, никакого макияжа, вся такая вот, никакая. Ты можешь вот в таком внешнем виде снять сторис и сказать, мне хреново. Завтра я буду офигенской, а сегодня я вот такая. Всё, пока. Спокойной ночи. Я тебе скажу, если бы ты просто видел мой инстаграм, у меня зачастую я домашняя. Это сейчас я, да, как бы, познакомившись с тобой, как бы, и в офисе я еду, конечно, привожу тебя в порядок. А в основном, вот я как проснулась, наклеила себе пальчик под глаза. И я снимаю себя всегда такой, какая я есть. В слезах, не в слезах, с размазанной косметикой, если я там плакала, утром там. Ну, то есть, всё как есть, вот всё в реале у меня. И люди меня видят и красивой, когда я там, да, прихорашиваюсь, и такой, какая есть дома с ребёнком. Это жизнь. Они точно такие же, как и я. Я не хочу, чтобы видели во мне какую-то идеальную картинку. Потому что это тоже соцсети, они все смотрят и думают, боже, она всегда такая красивая, стройная, богатая, всё такое идеальное, вот у неё жизнь прекрасная. Да нет, у меня есть трудности, как и у каждого человека. И моя задача — показать, что есть всё то, что у вас есть, и у меня. Просто бывают хорошие дни, бывают плохие дни. Сегодня я красивая, завтра я некрасивая. Опять же, важно всегда, если ты блогер, если ты хочешь людям что-то доносить, показывай всё, что происходит в твоей жизни. Вот всё, что происходит, и хорошее, и плохое. Есть же какие-то вещи, в которые лучше не пускать никого, но какие-то же границы всё равно есть у тебя, я уверен. Нет, есть, конечно, какие-то бывают душевные переживания, о которых не хочется говорить в соцсетях, там всё такое. Бывает, но я, если честно, наверное, 80% своей жизни показываю в соцсетях. 20% это какие-то там, не знаю, самые сокровенные, там что-то связано с родителями, ещё что-то. Конечно, там не всё прямо на это самое, на всеобщее обозрение. Но основная моя жизнь, то, что такое нормальное, обычное происходит, то я это показываю. Наталья, я ещё хочу тебя, знаешь, о чём спросить? Вот нужно донести какую-то мысль людям, которые тебя смотрят, да? Им можно же её по-разному донести. Ну, я не знаю, давай пример какой-нибудь такой вот дурацкий приведу, вообще не связанный с бизнесом. Надо выкопать картошку, вот, давай так, надо выкопать картошку. Ну, просто представим, что у нас бизнес выкопать картошку. И я, председатель колхоза. Я обращаюсь к своим колхозникам. Уважаемые колхозники, у нас отличный урожай картошки. Мы с вами все должны собраться и убрать этот урожай, потому что, если и дальше вот вся вот эта дипломатичная, тактичная речь, а можно сказать, ребята, ёлки-палки, мы с вами в одном колхозе. Я понимаю, что сегодня суббота, давайте жопы поднимем, поработаем по-нормальному, с меня вечером вообще шашлыки, пиво пить не будем, потому что я за здоровый образ жизни. Ребят, блин, всё сделаю, чтобы вам дали премию. Ну, сейчас давайте жопы поднимем. как ты записываешь вещи, когда нужно прямо, понимаешь, можно же быть дипломатом, а можно сказать слово «жопа», подними жопу. Но как это вообще вяжется? Натали, молодая женщина, красивая, молодая мама, как она может такие вещи говорить? Ты как делаешь? Ты дипломат, или ты вот прямо правду-матку, вот нужно поступить вот так, всё, поехали. Я не знаю, удивишься ты или нет, но я отношусь ко второй категории людей. Я не хочу казаться, я хочу быть той, какая я есть на самом деле. Я люблю шутить, я люблю иногда мат сказать. Конечно, стараюсь там, если я там провожу встречи для своей команды, то, конечно, кроме там слова «жопа», ничего серьезнее я не стараюсь не употреблять. Но на самом деле у меня подача как у обычного человека. Я не хочу казаться точнее какой-то, вот как ты говоришь, дипломатом. Я не являюсь такой. Это будет какая-то оболочка, картинка. Я быть простой человек. Я разговариваю на простом лексиконе, как в народе. Понимаешь? И я тебе скажу, что люди так больше понимают. И даже вот доносить бизнес. Я не люблю вот эти заумные рассказывать проценты, вот это всё. Я говорю так, значит, смотри, берешь вот это, делаешь вот это, а потом вот это у тебя получается офигенный результат. Вот так люблю доносить. Потому что люди, они, ну, не суперобразованные, да, вот я не образована, я не считаю себя суперобразованной. У меня лексикон не очень, ну, такой, богатый, я скажу. И 80% таких людей. И я понимаю, если я буду попроще, люди будут попроще. Потому что не хочется, чтобы они думали, что, ой, какая-то звезда даёт какой-то эфир. Нет. Надо, чтобы у нас, между нами, была вот такая связь, как между простыми людьми. Вот, когда приходят в офис, я работаю, они приходят, боже, Натали, можно с тобой сфоткаться и так далее. Я говорю, иди сюда. Я её обниму, говорю, мне очень приятно. Ну, конечно, давай идём. Вот такая вот подача. Мне не хочется, чтобы люди думали, что, знаешь, как там, деньги меняют людей, либо зазвездилась, либо что-то в этом роде. У меня нет такой короны, никогда её не было и никогда не будет. И я вот, честно, презираю людей, которые себя ведут иначе. Потому что, как ни крути, 80% населения всего мира это обычный простой народ. Всего, я хочу подчеркнуть эти слова, ни России, ни Украины, ни бывших союзных республик. Совершенно Натали чётко и правильно сказала всего мира. Да, да, да. Потому что я уже немножечко побывала, пожила там, пожила там. Я это как бы вижу эту статистику. И если ты хочешь быть успешным в своём деле, то тебе нужно строить свою команду не на вот этих оставшихся 20% зазвездевших, а на вот этих 80%. Если ты будешь с ними на их же языке разговаривать, то у тебя всё получится в любом бизнесе на самом деле. Натали, чего ты боишься в жизни? Я чего боюсь? Вот сейчас, наверное, я только боюсь, чтобы у меня мама дожила до долгих лет, потому что у него там со здоровьем есть проблемы, щитовидка, вот это всё. И я иногда суторожно представляю, думаю, а вдруг, знаешь, такие друные какие-то мысли есть в голове. Я просто, я привыкла каждый вечер ложась спать, говорить, «Вселенная, спасибо тебе за сегодняшний день». И неважно, он плохой, либо он хороший. Я всегда прошу, когда моего сыночка температура или что-то, пожалуйста, «Вселенная, помоги моему сыночку, помоги моей маме». И так у меня всегда вот как разговоры со Вселенной происходят. Возможно, это странно кажется мне. Нет, нет, абсолютно не странно. Но у меня вот такие диалоги не с Богом, а просто Вселенная. То есть для меня в моём восприятии есть Бог и есть его помощники. В целом, это Вселенная. И мне в жизни, я начала это осознавать и понимать, у меня в жизни начало всё хорошо складываться. Всё, что я задумывала, у меня всё осуществляется, причём с малоносной скоростью. И я всегда говорю, спасибо Вселенной за то, что ты помогла мне вот это достигнуть, вот это купить, вот это иметь. И у меня вот единственная, наверное, страхи — это то, что я хочу, чтобы моя семья прожила как можно дольше. Потому что я только сейчас начала давать моей семье что-то больше, чем было до этого. Вот у меня мама, я ей пытаюсь путешествия возить, потому что она никогда в жизни ничего не видела. И мне хочется большего, большего ей дать и показать. Там, брат, сыночек. И вот, наверное, вот страх только то, что ты знаешь, вот каждый день ты хочешь делать по максимуму то, что ты не знаешь, что ждёт нас завтра. Вот этот страх неизвестности, наверное, это единственный так, вот даже не знаю, что ответить. И сейчас, вот когда я была в Германии ещё пять месяцев назад, было больше страхов. Но когда ты уже на своей территории, всё, у тебя все страхи развеялись, и вот эти запугивания, которые были со стороны бывшего мужа, но он ещё не бывший, к сожалению, там это очень долго, бракородоводный процесс в Германии, это какой-то ужас. И ребёнка пытался отобрать, и сделать меня... А он не может у тебя сейчас твои доходы как-то отобрать? Ну, как сказать? Нет, он не может. Я сейчас на свои... Да, у меня официальные доходы, у меня там СПД, там, да, или ЧП, как там в России, всё официальное, я не скрываю свои доходы, я не скрываю... Но я немножко страхую себя, квартиру на маму записала, машину на маму записала, чтобы там пока нас не развели, как бы, чтобы он не претендовал как минимум на моё имущество. Слушай, ну ты что, не видела, что он какой-то козёл? Почему ты за него вышла замуж? Ты знаешь, я верила, наверное, в идеальную иллюзию. Вот, когда тебя носят на руках, там, ручки, ножки целуют, но при этом взамен ничего другого не дают. То есть изначально у нас ситуация сложилась какая? Что я обеспечивала семью с самого начала. Потому что у него финансовые трудности, но я хотела быть, вот знаешь, седром отличницы, идеальной женой. Я тебя поддержу, я тебе помогу, со твоими трудностями справиться. А он, извини, Наталья, извини, а он немец у тебя? Вдруг неожиданно. Он немец? Да. Он родился в Германии, он гражданин, он немец, но по крови он поляк. У него вся семья поляки, по крови он поляк, но родился в Германии. Вот. У меня сейчас негативное отношение к всем полякам и ко всем вот такой просто ассоциация. Ну, у него как бы я тебя люблю, обожаю, но вот у меня такие трудности, поэтому я не могу путешествие оплачивать, обеспечивать семью. Вот это все я не могу. Вот, вот такое вот. Ну, а что мне остается делать? Хорошо, возьму на себя эту обязанность. И вот прожив чуть больше года, когда уже родился сыночек и когда он даже начал отбирать там же декретные деньги в Германии 200 евро в месяц, а приходили на его карты, потому что у меня в Германии тогда не было своих карт, ничего, у меня не было еще даже вида на жительство. И когда там месяц, второй, тридцать, четвертый, он не то, что даже еду не покупает дома, он даже себе оставляет вот эти декретные деньги там на свои какие-то долги. А я, ну, как бы женщина, которая только родила гормональный фон, это все меняется. И я вместо того, чтобы податься материнству, я работала 24 на 7 онлайн, да, в НЛ, чтобы хоть как-то поддержать семью, чтобы мы ни в чем не нуждались. Вот. Но я думала, что я это делаю просто, чтобы поддержать мужа в его трудной ситуации. А оказывается, потом, когда мне в лицо сказали, да, меня, да, а что ты думаешь, что-то изменится, так будет всю жизнь. Ну, в общем, его так устраивало, чтобы я, он просто говорит, ну, ты же зарабатываешь, больше меня в три раза. Тебе что, типа, жалко обеспечивать семью? Не будь эгоистом. То есть, он мне так говорил. А сам ничего не хотел делать, за то, чтобы больше зарабатывать, и помимо долгов, еще, чтобы хватало на семью. Ну, в общем, это просто продлилось там пару месяцев, когда пришло мое осознание, какой есть на самом деле человек, что это просто было красивой фанти, красивая картинка, что с этим человеком как бы особо жизнь не построишь, что я не готова соглашаться, тянуть вот так вот всю семью. И я приняла решение просто собрать вещи и уйти. Вот и все. Ты скажи мне, ты мне сейчас никакие тайны не рассказала. Это твоя аудитория знает эту твою историю, да? Потому что это же такая очень личная история, это очень такая личная вещь. Я хочу тебе сказать большое спасибо за вот этот честный рассказ. Знаешь, ну, я, в принципе, очень эмпатичный человек. Я начинаю сопереживать. Я думаю, блин, ну как вообще-то к человеку столько испытаний выпало еще в чужой стране. Это в своей стране бывает тяжело, когда такая вот фигня происходит, а в чужой же это еще вдвойне, втройне тяжелее. Спасибо тебе большое. И мне кажется, что это, раз ты не против это рассказывать, мне кажется, это очень может помочь тем, кто вот как раз вот в тебе может увидеть только оболочку, да? Красивая, успешная, с большими глазами, с красивыми губами, вся такая с кубиками пресса. Куда уж мне до нее, у меня тут целая куча проблем житейских. Да нифига подобного. У всех все плюс-минус одинаково в жизни устроено. Какой ты будешь бабкой? Бабкой? Да. Ну ты же будешь когда-нибудь бабкой? Ну лет через 80. Я уверена, что я буду в свои старые годы выглядеть отлично. У меня, в принципе, все тело в татуировках, и как мама говорит, ну как ты будешь в старости выглядеть с татуировками? Я говорю, буду выглядеть точно так же, как любая старушка, только с татуировками. Говорю, даже в эти времена буду выделяться. И я думаю, что я буду современной бабушкой, такой вот, стараться буду поглощать все новое, то, что будет приходить с года в год, и быть в развитии вместе со своими, там, не знаю, детьми, внуками. Ну, по крайней мере, я буду стараться и вот вижу себя именно вот такой. А где ты будешь? Буду спортом заниматься. Всегда. Хотел сказать, хотел сказать, смотри, пообещала, я проверю, потом понял, насколько глупо может прозвучать эта фраза. Скажи, а где ты будешь? В какой стране ты имеешь в виду? Ну, например, в какой стране, или вот как ты себе представила ответ на этот вопрос? Так и отвечай, я не хочу тебя направлять. Я вижу шикарный дом, частный дом. С одной стороны гарден в лес, с другой стороны вид на море. И вот так тихо, спокойно, с веранды какой-то красивой, стеклянной. У меня стоит журнальный столик, красивое кресло. Я выхожу каждое утро, кофе, не знаю, где-то смотрю в лес либо в море. Просто наслаждаюсь жизнью. И мои дети, и мои внуки, они живут в достатке, они счастливые. Вот так вот я себя ощущаю. И я знаю, что так и будет. Плюс я буквально недавно узнала, что в компании твой контракт может передаваться по наследству. То есть мой контракт в НЛ можно просто передать по наследству твоему ребенку. И я на секунду даже представила, какое состояние будет иметь мой ребенок, когда вырастет, просто и просто имея этот контракт. Ну, конечно, нужно будет как-то постараться, потому что дети богатых родителей, они могут немножко, да, поэтому воспитание сейчас буду рассматривать так, чтобы у меня вырос достойный мужчина, достойный сын, который будет уважать старших, помогать старшим. Буду стараться, скажем так. Но вот старость моя будет точно такой, как я описала. А кофе ты будешь сама себе варить, или у тебя будет филиппинка специально обученная? Наверное, я сама. Я получаю удовольствие, когда просто сама, у меня дома кофемашина, которая идет ручная такая, вот, смэк-фирма, и мне очень нравится то, что ты сама себе вот это все делаешь, готовишь себе этот кофе. Я от этого получаю удовольствие, и просто вот у меня вид на море, я вот подхожу к окошку, выпиваю чашечку кофе, и вот этим моментом я заряжаюсь на целый день, во мне столько энергии целый день. И вот эти все, сейчас вот эти все трудности, которые мимолетные случаются, они вообще никакого значения мне не имеют, потому что то, что я прошла, вот те трудности, которые я прошла за всю жизнь, они меня настолько уже закалили, что вот эти, у меня как-то наглядывала прокуратура в мой офис, который вот от Энеля офис по партнерству, благо у нас же все в компании официально, абсолютно до каждой бумажечки, но у нас, когда, тем более из-за инстаграма, знают, что вот какая-то там богатенькая Натали есть, надо как проведаться, потому что в основном, а в Украине же коррупция, я думаю, всем это известно, и в Одессе очень богатый город, очень много бизнесменов, которые, естественно, ну как бы, да, все деньги неофициально обналичивают, и всегда как бы правительство думает, что вот у каждого есть какой-то грешок, где-то там, ну нужно наглянуть, что-то там накопать и заработать себе денюжек, не потому что наказать тебя, а просто, просто потому что взять себе в кармашек денюжек, типа, да, это самое, три раза они ко мне приходили, каждый раз с новым каким-то документом, и я постоянно знаю четко, что я делаю, что я максимально чистая в своем бизнесе, я постоянно давала им отворот-поворот, и они просто не смогли никаким образом ко мне подкопаться, доколупаться, то есть все документально, официально, я не просто уже там несколько месяцев пропали, но я к тому, что изначально это было какие-то, ну это было страшно, мне в жизни это было непонятно, что кто-то там меня считает за кого-то мошенника или что-то в этом роде, но в ситуации на самом деле каждая неделя какая-то фигня всплывает, постоянно, потому что, как я говорю, собаки лают, караван идет, и вот в моей жизни так всегда и происходит, все пытаются палки в колеса вставлять, и вот сейчас я уже смотрю на ситуации и просто выдохнула, думаю, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет отлично, поэтому настроение у меня особо никогда не портится. Наталья, спасибо тебе большое за эту беседу, потому что в течение этого часа ты столько всего интересного рассказала, ты рассказала о том, как ты настраиваешь людей, даже сейчас нелепо тебя спрашивать, а что бы ты пожелала новичкам, потому что ты уже все рассказала. Я очень тебе благодарен за эту беседу, за очень честную беседу, и ты знаешь, я о чем думаю, вот сейчас ты говоришь вот эти вот слова про то, что там проверка пришла, у меня в голове крутится мысль, я думаю, вот очень много людей, которые сталкиваются в жизни с трудностями, они становятся, женщины могут стать стервами, мужики могут стать еще больше козлами такими, знаешь, жесткими, черствыми людьми, расчетливыми людьми, людьми, которые никому уже больше не доверяют, потому что слишком много плохого, негативного в жизни происходило, слишком часто жизнь била. Я на тебя смотрю, я думаю, елки-палки, вообще, она была в Германии, она с маленьким ребенком, у нее там проблемы с мужем, у нее приходят проверки, и я вижу перед собой открытого, светлого, улыбающегося, любящего жизнь человека. Здоровья тебе, сыну, маме, всем близким, родным, пусть у тебя будет все офигенски круто. Спасибо, Наталья, огромное. Да, спасибо большое тебе, очень приятный диалог, я прям сегодня переступила на шаг из выхода своей зоны комфорта, на самом деле, прям так все легко, я волновалась немножко, но все прошло очень легко. Спасибо большое за беседу, все понравилось, было классно. Это НЛ-подкаст «История успеха», мы беседовали с Кузьмиченко Натальей, теперь я буду называть Натальей. Спасибо большое. НЛ-подкаст «Истории успеха». Спасибо.